Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, здравствуйте! Каждый верующий знает, что в мире есть добрые и злые силы. Мы знаем, что есть Бог, есть Его святые ангелы, и мы знаем, что есть сила, противоборствующая, противодействующая Богу и Его силам, это есть духи злые, порочные, коварные, завистливые и воплощающие в себе многие прочие остальные пороки. Но вот, дорогие друзья, когда мы читаем ветхозаветные тексты, Божье Слово, Священное Писание, мы находим изредка, иногда, но странное выражение, что на кого-то сошел злой дух от Бога, злой дух от Господа. И вот кто-то этот начинает делать неправильные вещи, говорить неправильные слова, короче, оказывается объектом какого-то Божьего воздействия, делающего из него нехорошего человека. И вот возникает вопрос, если есть злые и добрые силы, и Бог никакого не имеет общего дела с какими-то злыми силами, то как можно понимать эти выражения? Злой дух от Господа, злые духи от Господа. А в нашей сегодняшней мини-лекции давайте разберем и как-то богословски истолкуем, интерпретируем эти немногочисленные, впрочем, места из Ветхого Завета. Итак, начнем с книги Судей, глава 9, стих 23. В этом месте рассказывается о известном Божьем Шофете, судье Авимелихе. Итак, «Но Бог послал злого духа возбудить вражду между Авимелихом и горожанами Шехема, а шехемцы отвернулись от Авимелиха». Ну вот, видите, есть Бог, есть посылаемый им дух, он описывается очень однозначно, это злой дух, руаха-раа по-еврейски, и этот злой дух вызывает негативные отношения между человеком и городом, между судьей, таким прото-царем Авимелихом и горожанами-жителями города Сехема. Таких случаев делается больше, когда мы переходим к описанию взаимоотношений царя Саула и его оруженосца, его придворного музыканта, его слуги, будущего царя Давида. Тут есть целый какой-то набор этих мест, где упоминается тот самый злой дух от Господа, о котором мы сегодня рассуждаем. Первая книга царств, глава 16, стих 15. «Тогда обратились к Саулу, приближенные его, и говорят, «Раз тревожит тебя злой дух от Бога, то пусть Господин наш прикажет арабам своим, стоящим пред тобою, чтобы они нашли музыканта, умеющего играть на лире, и когда будет на тебе злой дух от Бога, музыкант своей игрой облегчит твои муки». Вот описывается ситуация, есть человек Саул, Шауль, есть дух, посылаемый ему от Бога. Этот дух описывается как, опять же, злой, нехороший, вызывающий страдания дух. Другое место первого книга царств, глава 18, стих 10. «На другой день Саулом завладел злой дух от Бога, и он, находясь у себя дома, пришел в выступление. Как обычно, Давид своей игрой успокаивало его. В руке же Саула было копье». Дальше описывается, как Саул, охваченный этим тяжким, мрачным состоянием, метнул в Давида это самое копье. Итак, дорогие друзья, вот есть однозначно представленные описания того, что есть дух, и он злой, и он посылается от Господа, от Бога на человека, и вызывает у этого человека страдания и не очень хорошее поведение. Как же нам, дорогие друзья, христианам, носителям полного откровения Ветхого и Нового Завета, понимать эти слова? Ну, начнем с того, что, конечно же, этих мест не очень много. Это в основном книга судей и книга царств. И в основном как раз вот этот случай, случай этого духа, этих духов связывается именно с именами царя Саула и судьи Авемелиха. Поэтому это есть такое не магистральное, не основное учение Ветхого Завета. Даже, вероятнее всего, в связи с развитием традиции израильской, ветхозаветной, возникает некоторое чувство такого недоумения, непонимания уже в Ветхом Завете, когда древние читатели, либо писатели пытались прочитать, интерпретировать эти самые стихи. Как же так, думали они? Ну, почему так? Начнем наш разбор с чего-то более понятного, фундаментального. Как понимался в Ветхом Завете сам дух? Что такое дух? Ну, вот слово дух по-еврески руах, это есть одновременно и дух Божий, какое-то присутствие Бога в мироздании, Бог присутствует в мире своим духом, Бог оказывается соучастником священной истории, соучастником каких-то действий, сражений, битв, Бог оказывается соавтором самого писания своим духом, поэтому значение первое, богословское, нам очень понятно. Мы все веруем в то, что есть Святой Дух, и понятие духовного присутствия Бога в мире нам очень хорошо, ну, точнее, знакомо, но все-таки мало понятно. Но помимо этого, значение слово руах имело другое значение. Это означало слово и ветер, и дыхание, причем это было одно и то же слово. И в разных местах, в зависимости от контекста, это слово могло означать то ветер, то, может быть, какой-то маленький сквозняк, то дыхание человека, дыхание Бога, дыхание животного, то, наконец, дух как форма присутствия Бога в этом мире. Ну, и выбирая это слово, древние, наверное, очень хорошо понимали, точнее, видели, как живет живая тварь, живое существо. Вот как живет человек, как живет теленок или овечка, либо козленок, младенец, женщина, старик, как живут птицы. И вот они осознали и очень радо обнаружили, но вот раз есть дыхание, то есть и жизнь. Пока существо дышит, пока воздух циркулирует в его естестве, в его организме, тогда есть жизнь. А кто же был инициатором этого самого первого дыхания, которое наполнило все мироздание этой самой жизнью? Ну, конечно, Бог. И вот вспоминаем повествование о творении человека, книга Бытия, глава вторая, о том, что Бог вдунул в человека дыхание жизни и стал человек душою живой. Вот это общение дуновения, инициатором которого является Бог и является началом самой жизни человека. В дальнейшем дух понимается как образ присутствия Бога в мироздании. Бог как будто бы вторгается в мироздание, делает такую интервенцию в мироздание, в ход истории, естественный ход истории своим духом. Кого-то этот дух делает судьей, вождем, полководцем, кого-то делает пророком. Короче, дух святой помогает Богу как будто бы давать какой-то коэффициент к естественной родной силе отдельного человека, кем бы он ни был, священником, пророком, царем, писателем и так далее. Ну вот, например, тот же самый Саул, и в его истории очень хорошо описывается именно эта функция, это свойство Духа Божьего. Первая книга царств, глава 11, стих 6. Дух Божий охватил Саула, когда он услышал эти слова. Ну, слова о том, что Израиль опять завоеван, эксплуатируется и подавлен внешними врагами. И после этого Саул страшно разгневался. Он делает ряд действий, после которых Израиль объединяется, свергает себя внешнее иго, и начинается уже так настоящее царствование, воцарение Саула. То есть, получается, что у Саула был тот самый дух, он был его спутником для того, чтобы Саул был полководцем, вождем, лидером, царем Божьего народа Израиля. Тогда как понять то, что вот потом насылается на него злой дух, наводящий какое-то помрачение, смятение, муки? И вот можно интерпретировать двояко эту духовную перемену в жизни Саула. Но вот, например, первая интерпретация такова. Забирается дух правый, дух добрый, дух, дающий ему энтузиазм, какое-то вдохновение, и посылается дух мучающий, другой дух. У каждого духа своя специфика, своя функция. У Бога есть целый какой-то набор разных духов. И вот Бог вместо одного забираемого духа посылает Саулу другой дух. Дух, вызывающий мучения и помрачения рассудка. Но, возможно, можно понимать этот случай и другим образом. Тот же самый дух, который был однажды ниспослан Богом Саулу, в зависимости от поведения этого человека, Саула, и, замечу, каждого из нас, оказывается в разных ситуациях то духом поддерживающим, укрепляющим, дающим нам энтузиазм, то он является духом насосуждающим, решающим нас сил, когда мы поступаем неправильно и неправильно. Возможно, можно понимать эту духовную перемену в ситуации и в жизни Саула, и таким образом тоже. Ну, возможно, у слушателей возникает ассоциация, но где-то мы такое слышали, читали точнее. Есть разные духи, они у Бога. И вот Бог посылает разные духи для разных функций. Конечно же, тут сразу у нас приходит на ум книга Иова. Вот в книге Иова начинается книга тем, что Бог собирает своих слуг, это ангелы, да, или можно сказать, что это духовные силы, поэтому духами можно их назвать. И вот один дух был какой-то вот не такой. Он был источником как раз вот какой-то клеветы, лжеинформации. Он является причиной и проводником одновременно всех последующих страданий праведника и мученика, терпящего лишения Иова. Но вот такая скандальная юридическая мысль состоит в том, что нам это странно и удивительно, но этот дух, этот сатана, этот дьявол, дух-искуситель, как будто бы посылается самим Богом, и он является каким-то верным слугой Бога, ну, правда, занимающимся какими-то своеобразными, не очень хорошими делами. Ну, да, это вспомнили, это есть в книге Иова, да, но, дорогие друзья, вот в случае с книгой Судей и в случае с историей Саула и Давида нет такой персонификации. Не указано, что это вот есть отдельный дух, обладающий отдельной субстанциональностью и каким-то отдельным именем. Тут такого нет. И, дорогие друзья, очень важное свойство всего Ветхого Завета в большинстве книг, это собрание книг, собрание сочинений Ветхий Завет, в большинстве этих самых сочинений нет никаких указаний на дьявола и сатану, на какого-то персонифицированного злого духа, злую силу, являющаяся источником всего нехорошего на земле. Поистину мы имеем дело с какой-то вселенной очень нам незнакомой или какой-то мало нам близкой, в которой все исходит от Бога, и хорошее, и плохое, и счастье, и благословение, и завет, и радости, и одновременно и горе, лишения, голод, завоевание, депортация, рабство, плен, все от Бога. И вот в этой вселенной, когда все от Бога, нет никаких необходимостей в том, чтобы водить, или как-то формулировать, осознавать какую-то отдельную, отстоящую от Бога личность, персонифицированную злую силу, духовную силу. Хотя, заметим тут же, что, да, конечно же, учение о том, что в мире есть злая, духовная личность дьявола-сатана появляется, да, уже в Ветхом Завете. И со временем, по ходу формирования этого корпуса сочинений, это учение все более конкретизируется, уточняется, и мы, в конце концов, имеем дело с новозаветным, уточненным учением о силах добрых и силах злых. Ну вот, например, тоже цитата из книги «Царств», третья книга «Царств», глава 22, стих 19 и дальше. Описывается в этом пассаже видение пророка Михея, который, Михей, рассказывает об этом видении царям израильскому и иудейскому. Итак, Михей рассказывает. Выслушай слово Господа. Я видел Господа, он выседал на престоле, и все небесное воинство стояло рядом с ним, по правую и по левую руку от него. И Господь спросил, кто же одурачит Ахава, чтобы он пошел в поход и пал в рамоте голоадском. Каждый предлагал свое. Выступил вперед некий дух, предстал пред Господом и сказал, я его одурачу. Господь спросил, как? Тот ответил, я пойду и стану лживым духом в устах всех его пророков. И Господь промолвил, да, тебе удастся одурачить его, иди и делай, как сказал. Так вот, смотри, в уста всех этих твоих пророков Господь вложил лживый дух, Господь вынес тебе приговор. И вот в этом пассаже, в этой цитате, рассказывающей о видении Михея, мы находим какой-то подвариант этого злого духа от Господа, а именно лжущий, лживый, одурачивающий дух. И вот, конечно же, эта картина, правда, все-таки у этого духа нет какого-то имени, и он не считается однозначно каким-то плохим. Тут мы находим некоторое подобие с картиной, представленной в книге Иова. Итак, дорогие друзья, как нам позитивно, нам, христианам, позитивно отнестись к этим стихам, какой нам смысл, плод, нечто непритекаемое, вечное, вынести из этих непростых цитат и книг, и отрывков из книг Ветхого Завета. Ну, во-первых, дорогие друзья, вспомним о том, что Ветхий Завет это есть часть, первоначальная часть Божьего откровения, Божьего Слова, и часть первая, и как будто бы не законченная, неуточненная, да, и то, что является неуточненным в Ветхом Завете, договаривается, уточняется, конкретизируется в Завете Новом. Вот так надо и понимать эти стихи, эти цитаты. Ну, вот первая стадия, начальная стадия развития откровения Божьего в мире людей, поэтому тут некоторые вещи доведены недостаточно доходчиво, что ли, или корректно, или конкретно. Дальше, дорогие друзья, ну вот, давайте-ка подумаем, а что есть ценного в Ветхозаветной картине мира, в которой вот все от Бога исходит, и хорошее, и плохое, и действительно, дорогие друзья, в этой картине есть нечто ценное, нечто очень важное, непредвлекаемое, неприходящее, актуальное и для человека Ветхого, и для Нового Завета, а именно, Бог есть единственный, полноценный, окончательный царь всего мироздания. Ну, это же правда, дорогие друзья, это так и есть. Поэтому, в этом отношении, ничего, ничего не совершается в мире, помимо воли Бога. И в этом отношении, хоть нам это тяжело продумать, додумать, представить, и действия дьявола, и какие-то его ухищрения, они являются частью какого-то глобального божьего плана, сложного, неведомого ни нам, ни дьяволу, но это план Божий. И в конечном итоге, каждый из элементов этого плана, каждый человек, он выступает, как слуга Бога, как тот, кто какую-то Божью функцию, Божий замысел задумывает, реализует и исполняет. И тогда мы избавляемся, раз мы думаем так, мы избавляемся от какой-то доалистической, манихейской картины мира, когда нам кажется, что есть в мире две силы, и они какие-то более-менее равные, Бог и дьявол, и вот они вот сражаются. Ну, дорогие друзья, ну не так, Библия этому не учит, Библия не учит тому, что есть две одинаковые могучие силы, Библия учит тому, что есть одна сила, и эта сила называется, именуется Богом. Ну и, наконец, есть другая крайность в оценке мироздания и распределении сил в этом мироздании. Эта картина полагает, считает, что все мироздание порабощено, все мироздание пленено, и как будто бы находится в распоряжении Бога этого мира, Бога с маленькой буквы, и этого Бога с маленькой буквы, Бога мирского, зовут дьявол. Да, и, а где же Бог? А Бога как будто бы нет, и все охвачено силами, сетями этого дьявола, а Бог далеко, Бог как-то не вмешивается в это мироздание. Но, дорогие друзья, хоть иногда мы находим какие-то элементы этого учения и в текстах церковных, и у церковных учителей, все-таки, дорогие друзья, это тоже не вполне вписывается в картину, которую мы находим в нашем писании, в священном тексте Ветхого и Нового Завета. Дорогие друзья, тема «Злой дух от Господа» приоткрыта, начало для обсуждения положено, каждый может из вас дома додумать, осмыслить, найти аргументы за или против моего вам рассказа. Помощником нашим в нашем диалоге является портал exegi.ru Большое спасибо ему за это. Продолжение следует...